Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Прогноз понизил. И Дональд Трамп супредгрэтым. Зараз мы знову назираем гэта завошная супредстояння на Давоским экономичным форуме. Я не упоминена, что у всех гэта проблемы и новины мы поспеем обмерковать. Але спадзяюся, что с большага мы откажем на все пытания. Михаил, добрый день. Добрый день. Михаил, как вы считаете, какие из этих вопросов в большей степени могут волновать нашу аудиторию? Ну, я полагаю, что наша аудитория достаточно подкована в вопросах экономики, финансов. И в принципе, по большому счету, все вопросы, которые сегодня вынесены на обсуждение, они могут быть востребованы. И мы готовы ответить на них. Поэтому и мировая политика, и ситуация в нашей стране, и курсы валют традиционно, то, что многих интересует. Вот, спрашивайте у Михаила, 284 87 21 наш телефон, 284 87 21. СМС, вопрос можно отправить на короткий номер 1062. Михаил, действительно, начало года стало таким богатым на события, да, особенно, что касается экономики. Так вот, начнем мы с Давоса. Сейчас там собралось 3000 специалистов, экспертов, в том числе приехали главы государства обсуждать, ну, скажем так, международный порядок дня, в том числе и экономически. И вот традиционно перед Давосским форумом публикует Всемирный экономический форум свой такой прогноз по рискам мировой экономики. И вот в этом году среди рисков топ-5 это проблемы климата, в том числе потепление, биоразнообразие и тому подобное. Действительно ли вот климатические проблемы на данный момент так влияют на мировую экономику, что других проблем просто не замечают? Ну, я бы сказал, что климатические проблемы, они влияли всегда, и эта проблема была актуальна всегда. Это не только проблема сегодняшнего дня. Да, безусловно, то, что происходит вокруг нас в природе, мы можем видеть в буквальном смысле глядя за окно. На самом деле сегодня 22 января, а снега еще и не было. Зима так и не наступила, да? Да, зима так и не наступила. И это не только у нас. На самом деле это практически во всей Центральной Европе, которой мы относимся к европейскому континенту. А на противоположной стороне земного шара, в Австралии, где сейчас в разгаре лета, там прямо противоположные явления. Около месяца весь континент был объят огнем. Огромный ущерб, пылевые бури и все остальное прочее. Вот эти факторы, да, безусловно, они не проходят мимо нашего внимания. Безусловно, они оказывают влияние не только на наше самочувствие, но и на экономику, и на мировую экономику в целом. Но, повторюсь, эти факторы были всегда. И то, что сейчас к этим факторам вот такое наиболее пристальное внимание, ну, я бы не сказал, что это дань времени или еще что-то. Эти вопросы, они всегда были на повестке дня. Вероятнее всего, сейчас они стали более актуальными в силу того, что не за горами окончание последнего договора по выбросам углеводорода, углерода в атмосферу. Это так называемый киотский протокол, он закачивается в текущем году, в 2020-м. И споры по пролонгации этого документа, ну, или какой-то будет новый, споры будут исключительно жаркими. Потому что сейчас мировая экономика находится, ну, нельзя сказать, что она в какой-то критичной фазе, но, по крайней мере, в стадии замедления. В 2019-м году рост мировой экономики был один из самых низких за последних 10-20 лет. И вот эти факторы, они накладываются один на другой. То есть большая политика понимает, что не сегодня-завтра придется садиться за стол переговоров, и там дебаты будут исключительно жаркие. Поэтому я полагаю, что вот уже сейчас, за годе, начинаются какие-то кулуарные разговоры, в том числе экономический форум Давосе будет посвящен именно этой проблеме. И, вероятнее всего, эти диалоги, они начинаются именно на таких площадках. Ну, вот главный противник всего этого, скажем, главный оппонент тем, кто поддерживает все вот эти вот климатические решения, да, это Дональд Трамп. Вот он уже выступил на Давосском форуме и вступил в такую заочную полемику с Гретой Тунберг, да, которую туда пригласили, вот как раз как посланника, скажем, вот этих всех климатических проблем, да, как юное поколение. И Трамп в очередной раз сказал, что слишком вы много внимания уделяете этой проблеме, которая на данный момент, сейчас она для мировой экономики не актуальна. Ну, вы знаете, своя доля правды в этом, конечно, есть. Во-первых, я бы, наверное, не стал бы называть эту школьницу из Швеции оппонентом Дональда Трампа, все-таки они в совершенно разных весовых категориях, и в политических, и в ментальных. Вот, а по большому счету, своя логика в выступлении господина Трампа тоже есть. На самом деле, большая проблема с выбросом углекислого газа, углерода, она была связана именно со сжиганием ископаемых природных ресурсов, и в первую очередь, наверное, с использованием угля. Но дело в том, что к сегодняшнему дню технология сжигания угля, технология потребления, она, скажем так, совершенствуется. То есть, КПД тепловых электростанций, она существенно выросла, и по факту выбросы именно от этого, скажем так, энергоносителя, они не занимают меньшую строчку в общей картине. Это, во-первых. Во-вторых, ну вот, очень модный тренд сейчас на развитие электромобилей. Компания Тесла, компания Тойота, Фольксваген и БМВ, они все производят электромобили и все прочее. Хотя при этом, называя вот эти технологии зелеными, то есть, они как бы, да, при эксплуатации электромобиль, он практически не производит выбросов. Но мало кто при этом пытается рассказать о том, какое количество загрязнения производит само производство батарей для электромобилей. Ну и плюс сама электроэнергия, она же не берется из воздуха. Для того, чтобы произвести ее и зарядить тот же электромобиль, нужно тоже... Поэтому, на самом деле, вот консенсус, он очень сложен. Нет совершенно точного научного обоснования или подтверждения того, что наблюдаемое ныне глобальное потепление связано именно с этим. Да, есть высокая вероятность, но совершенно точно ни один ученый не возьмется сказать, что да, вот именно из-за этого происходит именно это. Михаил, смотрите, в предыдущие годы проблема мирового финансового кризиса, да, вот финансовой ответственности поднималась на Давосском форуме. Программа, проблема торговых войн, да, протекционизма. Вот они что, ушли? Нет, на самом деле они не ушли. И тот же самый Международный валютный фонд устами нового своего руководителя Кристины Георгиевой, она озвучила буквально в последнем выступлении о том, что рост мировой экономики, он может затормозиться из-за того, что происходит глобальный пересмотр вообще самой структуры Всемирной торговой организации. Если ВТО было создано когда-то для того, чтобы максимально убрать всевозможные барьеры, снизить тарифы, снизить протекционизм, то сейчас ситуация кардинально противоположная. И даже вот с этой точки зрения можно еще раз подумать или взвесить тот вопрос о том, что Республика Беларусь вот не сегодня-завтра тоже готовится вступить во Всемирную торговую организацию. И тут возникает такой логический вопрос, а надо оно нам? Если там все как бы идет шиворот на выворот, ну зачем мы будем сейчас вот, скажем так, наступать на те же грабли, на которые уже практически наступает вся мировая экономика? Ну вот главным нарушителем спокойствия во всемирной торговле стал тот же Дональд Трамп, да. Вот торговая война США и Китая, она долгое время и на рынки влияла, и на мировую торговлю спад наблюдался. Но вот сейчас, в начале года, буквально на прошлой неделе, да, США и Китай все-таки удалось договориться по первой фазе торгового соглашения. Вот оно положительно влияет на ситуацию? Как вы оцениваете вот эту первую фазу? Вы знаете, оценить, кто станет конечным бенефициаром от этого документа сейчас немножко рано, потому что все-таки он рассчитан на два года. И, как мы говорим, это первая фаза торгового соглашения, за ней ожидается вторая. Но можно сказать одно. Когда в 2016 году господин Трамп стал президентом США и в начале 2017 вступил в должность, вот за эти четыре года, три года, неполные четыре, Америка, да, действительно прошла достаточно большой путь вперед. То есть, американская экономика на сегодняшний день сильна, сильна как никогда. У них исключительно низкий уровень безработицы, у них рост заработной платы, пусть не очень большой, но он есть. У них реально, да, действительно, как говорит господин Трамп, за это время создано 7 миллионов новых рабочих мест, создано 120 тысяч новых предприятий. То есть, вот результат, понимаете, все-таки население Америки, им на самом деле, как-то, вы знаете, я полагаю, глубоко фиолетово до того Китая, там до того Мексики или до той Канады. И самое главное, чтобы у них все было хорошо, а у них реально сейчас все хорошо. Зато у всего остального мира плохо, да, посмотрите Китай, там спад наблюдается впервые, но за 30 лет такого не было. Потому что там спад, на самом деле, дело в том, что китайская экономика, она сейчас переходит в другую формацию, скажем так, развития. Если вначале это была просто экономика, которая развивалась бешеными темпами, там до 15% в год, то сейчас они больше идут на стимулирование внутреннего потребления, и для них даже тот же рост в 6,3% или 6,5%, который они планируют, ну, вы знаете, это дай бог каждому. Ну, вы знаете, что посчитали, и Китай, и США оценили свои, то, что, страты, да, от этой торговой войны. И, допустим, в том же Китае, помимо того, что спад в экономике наблюдается, 2 миллиона рабочих мест утеряно в промышленности, да, то есть эти люди вышли на рынок. США тоже посчитали, что они не выиграли от этого всего, потому что вот буквально накануне Рождества опубликовали сразу два доклада и сказали, что экономика США, она как-то не в выигрыше, и, видимо, Белый дом, прочитав всю эту статистику, пошел на соглашение. Ну, еще раз повторюсь, сейчас вот по прошествии пока что 10-15 дней тяжело судить, как будет дальше развиваться, потому что надо все-таки будет посмотреть на цифры, ну, примерно через 2-3 месяца, через полгода, или, может быть, даже через год, и тогда уже станет понятно о том, как оно повлияло. В любом случае, пока что в целом всей мировой экономикой вот это подписание этого документа, оно воспринято положительно. Растут фондовые рынки, ну, например, в Соединенных Штатах буквально за последние 2-3 месяца большинство фондовых индексов, они обновляли исторические максимумы, и рынок растет, это факт на самом деле. Примерно то же самое мы наблюдаем, смотрите, вот и в Российской Федерации, где фондовый рынок за 2019 год вырос просто феноменально, и российские бумаги, а российский рубль вообще вот в начале этого уже 2020 года стал лидером среди мировых валют по укреплению. Это факт. То есть вот общая реакция мировой экономики и мирового рынка на эту сделку, она положительная. Поэтому, может быть, весь мир будет конечным бенефициаром. На самом деле, ну, если это будет так, то это будет не так уж и плохо. Слушатель нам позвонил, и вот он постоянно следит за курсами валюты, говорит, что в марте 2016-го курс рубля к доллару был, вот если с учетом динаминации, 2,20, у нас сейчас, спустя 4 года, рубль крепче, чем в 2016-м году. Говорит, ну, кто ожидать мог, что вот наша валюта так и укрепится, и продержится столько лет, что будет дальше? Еще звонил слушатель Александр, который отметил, что, к сожалению, нефтяные споры, какие-то, возможно, другие факторы влияют. Может ли случиться ослабление белорусского рубля? Вы знаете, ну, если это ослабление будет, то абсолютно в каких-то в рамках технической погрешности. Да, действительно, максимальный курс был в марте 2016-го года, накануне динаминации. Тогда он был не, ну, если точно, не 22, а был примерно 21 тысяча, тогда еще были тысячи, 21 800. Ну, если совсем точно, 21 760. Вот, минимальный курс был в начале 2017-го года, тогда наш белорусский рубль укрепился до рубль 86 против зеленого. И вы знаете, да, безусловно, вот эти нефтяные вопросы, они, как бы, имеют влияние на экономику в целом, но я бы не стал бы сейчас их очень сильно коррелировать именно с курсом нашего белорусского рубля, по крайней мере, к доллару США точно. Дело в том, что Нацбанк, как регулятор и как одним из основных, скажем так, участников нашего внутреннего валютного рынка, он следит за колебаниями курса, он их не регулирует никаким образом, но у Нацбанка есть резервы для демпфирования каких-то резких скачков. И Нацбанк в первую очередь отслеживает колебания корзины. Почему? Потому что, скажем так, по одной валюте следить за состоянием экономики, это не совсем корректно. А вот внутри корзины 50% занимает именно российский рубль. В силу того, что, да, на бытовом уровне мы с вами в большей степени следим за долларом США, ну, кто-то в меньшей степени за курсом евро. Про российский мы как-то забываем. А вот Нацбанк помнит именно про российский рубль, потому что российская экономика – это наш основной партнер экономический со всеми вытекающими. И для нашей экономики, для бюджета, для Нацбанка более важен курс именно российского рубля. А вот по отношению к российскому рублю наш белорусский ослабел достаточно существенно за тот же самый период. Ну, буквально сегодня курс российского рубля колеблется в пределах 3 рубля 50 копеек, там с небольшим, это цифры существенно отличаются от тех, что были еще в том же самом 2016 году. Поэтому я бы вам не рекомендовал сильно беспокоиться по поводу курса к доллару. Я полагаю, что вот текущий курс в районе 2 рубля 10, 11, 12 копеек, ну, с большой долей вероятности он сохранится в ближайшее время. И, вы знаете, я не вижу причин, чтобы наш белорусский рубль снизился к доллару даже до 2 рублей 20 копеек. Ну, собственно, 2 рубля 20, мне кажется, это прогноз Нацбанка на конец года, да? Да на конец года они там вообще закладывают еще больше. 2 рубля 16 копеек у нас было на конец 2019 года. То есть, условно в таких, в условных кавычках рубль не выполнил план по ослаблению. И еще раз повторюсь, все-таки вот эти все факторы, они формируются на нашем, на внутреннем валютном рынке, где участниками рынка выступают банки, хозяйственные предприятия, крупные юридические лица, ну и Нацбанк как регулятор. А исходя из того, что запасы золотовалютных резервов сейчас на исключительно высоком уровне... На рекордно высоком, я уже сказала. Ну, на самом деле не совсем рекордный, там рекорд был чуть раньше, несколько позже, но близки к этому, да, к историческому максимуму 9,4 миллиарда. Знаете, я не удивлюсь, если до конца года эта цифра, она вот перескочит такую условную планку в 10 миллиардов. Это, на самом деле, это реально, ничего такого нет. И даже вот те сегодняшние нефтяные дрязги с Россией, ну, по всей видимости, вопрос будет урегулирован, и все вернется на круги своя. Михаил, а по криптовалютам также интересуются, следят, как они себя ведут? Да, криптовалюты, вы знаете, ну, мы много раз говорили на предыдущих встречах, на самом деле криптовалюты – это исключительно спекулятивный актив финансовый, поэтому увлекаться криптовалютами я никогда никому не советовал, и сейчас не буду этого делать. Вероятнее всего, это удел профессионалов. Но надо отметить, да, что волатильность на рынках криптовалют, она существенно снизилась. Если раньше мы видели, особенно это было ярко выражено в 2017 году, когда курс, ну, самый такой популярный биткоины вырастал, там, до 20 тысяч долларов за один биток. Сейчас вот текущий курс – это 8 тысяч с половиной, хотя еще недавно биткоин опускался до 6 с небольшим, потом возвращался, то есть идут колебания вокруг 7-8 тысяч, но фишка в том, что волатильность, она снизилась, но все равно она остается очень высокой. Надо совершенно четко понимать, что высокая волатильность – это высокий доход, но обратная сторона этой медали – это высокий риск. Что выбирать – это уже вам виднее. Еще один вопрос. Как выразился наш радиослушатель, кто и какие силы стоят за Гретой Тунберг? Вы знаете, за Гретой Тунберг стоит папа с мамой. А кто дальше? Ну, это трудно сказать. СМС-вопрос пришел. Хочется спросить, почему, несмотря на очевидный минус вступления в ВТО, правительство упорно не хочет этого признавать? Я не знаю, насколько сейчас есть минус вступления в ВТО, потому что мы уже живем по правилам ВТО, когда вошли в Евразийский экономический союз. Но наше правительство признает проблемы, которые существуют в самой организации. Они однократно говорили о том, что будут следить за тем, как идут там реформы. Ну, да, действительно, есть плюсы, есть минусы. Это факт. Опять же, де-факто, да, мы живем и действуем по правилам Всемирной торговой организации. Вы знаете, мое личное мнение, что если Беларусь даже на какое-то время откажется от реализации этой идеи, ничего мы от этого не потеряем, а уж на БТО уровне мы точно это не ощутим. Да, возможно, в каком-то выигрыше или проигрыше будут какие-то крупные наши экспортеры или импортеры, но в силу того, что сейчас вот эти все договоренности, все эти связи и все сами принципы, основополагающие принципы БТО, они рушатся и с легкостью нарушаются самыми крупными участниками этой организации. Ну вот, то есть сам градус доверия к этой организации, ко всем этим договоренностям, он падает. Поэтому, может быть, проще все-таки, знаете, работать напрямую. Есть у нас Евразийский союз, есть у нас сотрудничество с Европой, с Западом. Ну вот, Михаил, смотрите, мы живем по правилам ВТО, какие-то договоренности мы выполняем, но все-таки хотелось бы какие-то преференции получать. Ну, преференции, да, но, повторюсь еще раз, эти преференции как приходят, так и уходят. И вот яркий пример, вот эта торговая война или торговый спор между Китаем и США. Ну, казалось бы, уже эти две юрисдикции, они должны совершенно четко выполнять принятые на себя обязательства. Но, тем не менее, вот господин Трамп взял, махнул шашкой, и кто ему что указ? Да никто. Так, а вы слышали, допустим, какие-то предложения по тому, как должно реформироваться ВТО? Я не слышала, потому что все говорят о необходимости, да. Та же, вот, допустим, Кристаллина Георгиева, когда говорила о прогнозе МВФ на следующий год, сказала, что да, прекрасно, что урегулировался этот, на первой стадии урегулирования этот торговый спор между США и Китаем, но, тем не менее, каких-то глобальных подвижек в пересмотре мировой торговли нет. Дело в том, что, смотрите, сейчас вот достаточно много в мире существует всевозможных политических, экономических объединений от совершенно небольших до самых крупных, и тенденция идет, вот такая, знаете, к разрушению этих связей, потому что договариваться внутри таких наиболее крупных организаций становится все труднее, труднее и труднее. страны все с меньшим интересом или удовольствием идут на какой-то консенсус, на, скажем так, ущемление своих прав, скажем так, для подписания там какого-то. То есть договориться по какому-то поводу, чем больше народу, знаете, как гласит старая поговорка, тем меньше кислороду. Вот, может быть, и в силу этого и та же самая Америка пошла на то, чтобы выходить вот из таких объемлющих соглашений и переходить на какие-то конкретные договора. Допустим... Двусторонние, да? Да, ну, двух-трехсторонние максимум. Даже они пересмотрели вот договор на авто, который вообще когда-то ставили там чуть ли не в пример идеальной договоренности. Это между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой. И тоже пересмотрели. И это тоже одна из заслуг того же Трампа. То есть тенденция к тому, что вот такие договора, такие партнерства, они будут как бы разрушаться, нивелироваться и переходить вот именно на более узкие и конкретные договора. Да. Михаил, сразу несколько было звонков, когда звонили нам особенные пенсионеры, которым, ну, не нравится то, что сейчас берут комиссию за оплату услуг в банках, почтовых отделениях, когда вот даже деньги на телефон положить, берут комиссию. Все-таки, ну, я не знаю, тут чья возьмет, да? Либо обучим людей всех пользоваться современными сервисами, либо все-таки, может быть, если будет много тех, кто не согласен, какое-то попятное или компромиссное решение принято. Ну, в любом случае, порядок приема средств и все прочее, это на усмотрение тех финансовых институтов, которые предоставляют услуги, в частности, мы говорим о банках. Ну, а тенденция, наверное, все-таки обучение, оно победит. Потому что, да, действительно, таким образом они провоцируют население, потребители к тому, что мы больше пользовались картами, больше пользовались. И еще вопрос, на него можно долго отвечать, но давайте очень коротко все-таки. Если курс доллара стабильный, как позвонил один радиослушатель, другой это отметил, почему же тогда цены растут? Ну, цены растут совсем по другим причинам. Инфляция это, и внутренний курс доллара, это немножко разные вещи. Возможно, да, несколько лет назад они были взаимосвязаны, сейчас корреляция совсем другая. Цены растут по другим причинам, курс стабилен. Курс стабилен, потому что стабильна финансовая система. А цены растут, ну, в силу того, что производители повышают, они увеличивают свои расходы, в том числе и на рост заработной платы, которую все-таки будем надеяться или хотелось бы, чтобы все-таки она у нас поднялась. Ну, вот у нас инфляция по прошлому году 4,7%, да, при прогнозе 5%, на этот год тоже 5%. И держимся, мы укладываемся в параметры, Национальный банк укладывается. А вот хотелось про параметры, в которые мы не уложились. Это рост ВВП. Планировался он у нас в прошлом году на уровне 4%, выросли мы только на 1,2%. Объективные причины для этого были? Ну, вы знаете, были причины и объективные, и субъективные. На самом деле, 19-й год был достаточно нелегким для всей мировой экономики. Та же самая Россия, которая, повторюсь, является нашим основным глобальным партнером, можно сказать, тоже не показала существенного роста ВВП, хотя в Российской Федерации вот макроэкономическая ситуация, ну, наверное, еще более лучше, чем у нас. У них великолепные запасы, у них очень низкое соотношение государственного долга к ВВП. Сам ВВП у них в номинальном выражении 1,7 триллиона. ВВП по паритету покупательной способности выше 4 триллиона долларов. То есть мы не выросли, потому что... Да, а нет роста, потому что не растет... Ну, вы знаете, это одна из экономических, не теорий, одна из экономических практик. То есть рост ВВП, он должен в первую очередь сопровождаться ростом внутреннего потребления. Вот внутреннее потребление у нас не росло в Республике Беларусь, опять же, в силу того, что у нас не растут доходы домохозяйств, физических лиц. А вот ваш прогноз на этот год? Правительство заложило 2,8. Если и станет лучше, то ненамного. Ненамного, да, то есть где-то вот в районе 1%. Ну, возможно, в этом году рост может быть немножко чуть больше, но в любом случае он вряд ли превысит 2%. Большое спасибо. Я нагадаю, что сегодня нашим гостем был эксперт Михаил Градшоу, вялись сегодняшнюю программу Вольга Семашко и Дмитрий Рубашны. До встречи. Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Актуальный микрофон. Продолжение следует...